Здравствуйте! Вы смотрите программу «Проще говоря». С вами Кристина Харатова и мои гости сегодня руководитель Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих Нилипа Виктор Иванович и Галина Анатольевна Рясная, сурдопереводчик. Здравствуйте! Здравствуйте! Виктор Иванович, расскажите, пожалуйста, Всероссийское общество глухих, региональное отделение, как давно существует и сколько людей сейчас состоят в нем? Здравствуйте! Во-первых, хотел бы поблагодарить компанию вашу, которая обратила внимание на наше общество глухих, людей, которые не все знают, потому что многие обращают внимание на другие общественные организации, которые имеют физические недостатки. И, как правило, больше внимания им уделяют. А вот тех людей, которые физические недостатки не видны, как мы, глухие, их как бы не замечают. Давно существует Всероссийское общество глухих, я имею в виду Всероссийское, которое в этом году исполняется 95 лет. А наше отделение появилось еще до войны, когда входило в состав Ленинградской области. И после войны потом же создалась как бы ячейка общества глухих, Нормандской области отделилась от Ленинградской области. И сразу же появилось наше отделение. И на учете у нас сейчас состоят примерно 400 человек. Какую помощь оказывает ваше отделение? Ну, согласно Уставу, наша задача защита интересов и права глухих. Соответственно, все какие-то проблемы обращаются к нам, и мы помогаем им. Оказываем через наше отделение услуги по службопереводу. Какие-то правовые вопросы помогаем решать. Личные какие-то по бытовым вопросам трудоустройство, образование, ну и культура, естественно. У вас в организации работают люди тоже с проблемами слуха или нет? У нас коллектив небольшой, но больше половины – это глухие и слабослужащие. А какая вот основная сложность, с которой сталкиваются слабослужащие люди в нашем регионе? Ну, говорим не только о слабослужащих трудностях, есть и глухих особенно. Это на первом месте я бы поставил нехватки услуги с его привычками. Второе – это не хватает информации, которую получают, как все нормальные люди. То есть у них есть ограничения. И, в-третьих, образование, например, когда дети учатся, там нет поддержки жестового языка до сих пор. Только дактиль показывает. А дактиль, он не способствует укреплению знаний. И в этом есть проблема. Почему? Они же выходят из школы, а не могут самостоятельно решать какие-то вопросы, обращаться, в конце концов, общаться со следующими людьми. То есть получается так, что, в принципе, если человек даже не то что слабослышащий, да, а просто вот я, например, захочу изучить язык жестов, мне будет довольно проблематично найти место, где это можно сделать, да? Учиться можно в крупных городах, как Питер, Москва, Новосибирск. Здесь таких занятий нет. Существует при Министерстве труда и социального развития программа поддержки населения. В программе. В этой программе финансируются курсы по повышению квалификации по сурдопереводу. И если еще добавить, там есть поддержка телевидения в виде субтитрирования. А раньше, я помню, в уголочке всегда сурдопереводчик был, который жестами показывал. Пробовали, как лучше, или жестовым языком, или субтитрами. И в последнее время вы заметили, что больше в основном субтитрами, либо бегущая строка. А вот в Нормедии, когда я говорю, там сейчас не только показывают субтитры, но и в углу жестовым языком, рассказывают новости. И так, и так получается. Удобно. Вот скажите, вы сказали, что обучиться языку жестов можно только в крупных городах. А как этому учатся дети, которые рождаются глухими в нашем регионе? Когда рождается глухой человек, у него появляется родной первый язык. Вы думаете, русский? Нет. А русский жестовый язык. И он быстро осваивает жесты, благодаря общению с другими сверстниками. Ну, либо в руки родителей. Детский сад специализированный есть. Есть, да, у нас? Да, в группе. Там обучают. Потом в консервную школу идут. Там общаются с детьми. А хотелось бы с вами познакомиться поближе и узнать вашу историю. Вот вы не полностью глухой, а получается слабослышащий. Я слабослышащий. Как у вас возникли такие проблемы? Я вот в детстве лет пять примерно заболел гриппом и вкололи антибиотики. В результате чего я поправился, а слух потерял. А вот скажите, есть ли психологи, которые помогают таким людям, кто в случае какой-то болезни, несчастного случая, да, оказался глухим? У нас, как профессиональных психологов, я не знаю. Психологи, это, если так, скажем, сопутствующие, это переводчики русского жесткого языка. Они же и психологи, они же и социальные работники, потому что они сопровождают. Все держится на переводчиков. Вот сейчас у вас есть возможность сказать, чтобы все действительно услышали, все нужные люди, чего сейчас не хватает обществу глухих? Что нужно в нашем регионе вот таким людям, как вы? Может быть, нужные люди услышат и помогут вам? Когда видят человек на улице глухого, особенно в учреждениях, в государственных, нужно подходить с терпимостью, так скажем. Потому что не все понимают, что если он не слышит, то нужно помочь им. Просто в поликлинику, например, там приходит человек, кровь взявит. А там список. Звучивает список, а глухой не слышит. А вот программа «Доступная среда», о которой все говорят очень давно, очень много. Мы видим, как помогают людям с ограниченными возможностями здоровья в плане передвижения. Устанавливают пандусы, низкопольные автобусы, троллейбусы, различные звоночки, чтобы выходили люди, помогали заехать в здание. Ну, очень-очень много всего. Для глухих в достаточной мере реализуется эта программа? Я думаю, что невозможно сразу все установить во всех учреждениях. Оно идет поэтапно, постепенно. Устанавливается, где усилища, индекционная петля, как, например, в Фенормонии. Там же вроде собирается устанавливаться, я не знаю, надо посмотреть. Вот в Казаро-Железнодорожной. Там до сих пор не установлено, чтобы можно общаться с другим человеком. У нас же походят паспортизации во всех учреждениях. И обязательно должны учесть не только потребности инвалидов, что для них пандусы делать, для слепых тактильные какие-то средства ставить. Ну и для глухих тоже, не забывайте о глухих, что тоже надо ставить номерные указатели. И это не все. Должно быть условие, при котором все это пришло, учреждение государственное, и мы оказали услугу по судопереводу. Спасибо большое. А сейчас бы хотелось немного пообщаться с Галиной Анатольевной. Именно о специфике работы судопереводчика. Галина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, как вы давно занимаетесь судопереводом, и почему выбрали эту работу? Я, ну почему выбрала, начну с того, потому что у меня родители глухие. То есть я с детства знаю. По факту первый язык у меня был жестовый. Это свойственно всем детям, слышащим, у которых глухие родители. Ну а потом так и получилось, что я устроилась работать в Мурманске региональное отделение. Это было 85-й год. Год до сих пор пружусь. Руки не устают, пальцы? Все-таки это большая, ну прям физическая нагрузка, да? Ну, вот кто начинает изучать жесты, вот на этих же курсах, кто изучает жестовый язык, начинает. Да, первое время очень устают руки, потому что тут и гибкость нужна, а не у всех это бывает от рождения. Ее разработать можно. Насколько я знаю, язык жестов, он тоже не общий во всем мире, да? Есть на всех языках, они свои. Да, да, у каждого национального языка есть свой национальный жестовый язык. Вот почему Ликтор Иванович подчеркнул. Русский – жестовый язык. То есть у нас свой жестовый язык. В чем-то он может быть сходим, похож. В чем-то отличается от других национальных жестов языков. В какой-то общающийся с любым человеком в другой стране, если жесты связаны с ассоциацией, не по буквам, а вот, допустим, спать, вот так спать. Вы понимаете, да? Да. То же самое вот… Ну, если кушать, то, конечно, вы понимаете, что что-то либо так. То есть вы понимаете. Поэтому вот в этом отношении нашим глухим как бы… Я вас люблю. И у них тоже похоже немножко. Вот так вот. И я думаю, каждый слышащий человек может освоить там, ну, 90-ка-2 жестов. Несложно это. И, скажем, бары там. Можно жесты показать какие-то и посетить, и приятно будет. Конечно, по процентам соотношения глухих людей-то меньше. По сравнению со слышащими, да? Но их не становится в буквальном смысле меньше. Их, наоборот, становится больше. Несмотря на то, что у нас 21-й век. Медицина вперед шагает. Вот даже сейчас стаклеарная вот эта вот операция делает. Но глухих не становится меньше. Вот почему-то не становится меньше. А с чем связана? Может, экология что-то? Может быть, экология. Возникновение вот боли, ну, потери слуха остались те же. Вот приобретенные, то есть это вот после болезни, там, травмы. Наследственность, естественно, там, если родители, ну, сейчас еще и наркоманы добавились. Вот тогда алкоголики были, сейчас еще. Вот. И врожденные. Это когда вот ребенок в утробе уже заболел, но это пока диагностировать не могут. В утробе он заболел. Вернее, сейчас уже могут понимать, это врожденная глухота, либо приобретенная. Потому что если брать раньше, то ребенок рождается, непонятно. Он уже с потерей слуха какой-то или полностью. Это вот когда уже начинают с ребенком общаться, родители начинают потом. Не сразу даже. Может, даже года три пройти бывали такие случаи, что до них дошло, что ребенок у них плохо слышен. Насколько велика проблема трудоустройства глухих или слабослышащих людей? Да, действительно, это тоже одна из главных темы, связанная с трудоустройством. Все-таки есть дискриминация до сих пор, что не берут, инвалиды из-за того, что якобы общества не могут. Хотя это тоже влияет на это. Но еще и боятся, что раз он инвалид, но они имеют и льготы какие-то, привилегии. И не хотят. Ну, пенсию получают достаточно. А зачем еще? Ну, как бы, ну, то что зачем работать? А зачем достойно иметь заплату? Есть сейчас такая дискриминация. А где может работать в уколе слабослышащий человек? Все-таки есть, наверное, какие-то сферы, которые, ну, с потерью слуха нет? Они не отличаются от тех работников в разной сфере. Это не влияет на это. А единственное, что в связи с тем, что у них моторика лучше развита, им, конечно, предпочтительно там предлагают такую работу, то есть связанную с движением, там, вот, коробки собирать, там, что-то. Они, кстати, водители неплохие, потому что они не только владеют хорошей техникой, но и видят хорошо. Что ж, это была очень интересная беседа, но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы очень надеемся на то, что в скором времени все-таки все преграды между глухими, слабослышащими и хорошо слышащими людьми, они исчезнут, и мы все будем жить в мире. Ну, я в это верю. Спасибо. Вы смотрели программу «Проще говоря». С вами была Кристина Харатова, и мои гости сегодня руководитель Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих Виктор Иванович Нелипа и стурдопереводчик Галина Анатольевна Рясная. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова